Музыка Теперь уже точно последняя карта на сегодня, с вами также Скевич и Ланегира И мы все-таки дождались, так сказать, полноценной БЛ-3 встречи Можете поздравить нас, можете поздравить себя, можете поздравить, так сказать, команды с этим Интересно очень наблюдать за этой серией, если честно Я вот думаю на протяжении этих двух дней это возможно даже самое зрелищное Может это конечно такой осадочек, приятный осадочек остался у меня после первой карты Потому что на второй мы видели такие немножечко разрозненные действия от команды оппонента Гидры То есть было что-то немного непонятно Возможно на трафтах снова что-то намудрили и не знали что делать, это немножко непонятно Меня все время удивляло, как так получается, что одну карту команда играет супер круто Вторую карту сразу же, прям подряд команда проигрывает То есть это супер нестабильно В отличие от нашего партнера Лори Алиман Эксперт, который всегда дает тебе стабильность и уверенность в себе Мы же уверены, что третья карта совсем скоро будет начинаться и надеемся, что она пройдет в большей борьбе Потому что у нас была карта в одну калитку, карта в другую калитку Давайте встретимся где-то вне калиток О, я уже видел где-то Драксира, кстати Снова герои под него довольно-таки неплохие были взяты Никс, Эмбер, Грима еще добрали себе Но по ту сторону мы можем увидеть Вейвера, которого мы также видели обычно со стороны победителя Проиграл он вроде бы очень редко В одной карте он проиграл, все остальные карты, когда он появлялся, он выиграл Лина, Угромак, довольно-таки сильные персонажи Интересно, чем еще будут отвечать бластеры вот на этот противнейший драфт снизу Гирокоптера добирает себе в итоге Ну, интересное решение, но сработает ли, немножечко непонятно По сути на линии этого отоватная, под двумя щитками его можно сжечь попробовать Мне кажется, именно в самой игре Гира с бафом от Огрмага, с возможным агонимом Вивера Он будет нормальным претендентом на победу Ну так-то да То есть у Гирокоптера еще и урон зеленый, да, иллюзия, которая создается, она не так страшна Потому что он обычно через флэг убивает, всех по одиночной цели урона будет не так много Но мы уже увидели то, что не только репликой силен Драксир Когда ребята бегали даже без него с помощью щитков, просто зажигали все, что движется Ничего с ним поделать не могли Я думаю, здесь сейчас будет похожая ситуация, знаешь Драксир просто будет фармить, но за счет того, что у него имеется агоним Он будет навешивать щитки, и ребята будут без него где-то в другой вообще области карты играть И убивать своих оппонентов Только вот надо еще каким-то интересным керри на это все дело ответить Можно что-то из меты взять, опять же, я смотрю, Сларков доступен Можно попробовать через него сыграть Мне здесь в целом нравится Урсик Если он не в бане Он вроде не в бане Потому что Урса под Драксиром, бегающий, это довольно злобно Да Плюс Гримстрок есть, который подвяжет Эмбер, который подвяжет И в общем все спокойно будут стоять, пока Урса их будет бить Да, Урса тоже очень крут Но они банят каких-то немножечко непонятных мне героев Они не хотят Герокоптера, видимо, ставить как Кор Как Кор, а возможно Вивера вообще поставить, не знаю Просто Паэлла забанили против Герокоптера Мне кажется, такая прохладная история Можно же сыграть в темп Такое каноничное противостояние, кажется Остается немножечко тут времени У них еще и доп. время есть Думаю, что себе добрать Опять же, Урса мне нравится Манки Кинг в бане, к сожалению Сларк мне нравится И, в принципе, на этом, возможно, и все Луна какая-нибудь, мне кажется, здесь, кстати, не самая плохая, может быть Типа удариться в фарм, да, против Герокоптера Может попробовать? Да, под БКБ Луну здесь особо не так, чтобы я сказал, что было чем пробивать Ну да Но только если Герокоптер не соберет две рапирки Но он быстро-то вряд ли это сможет сделать Да, быстро не получится, ты прав Хотя, если прям рашить Раз рапирку, два рапирку, то да Но нет И тут из-за кустов вылазит Александр Юрьевич Хвост Соответственно, сразу, как только появляется это Можно первой шмоткой бахнуть, конечно, рапиру Но это уже будет такой тестовый билдак Есть шанс, что это последняя шмотка, может быть Я буду честен За зрителями, конечно же, я только честно Говорю, я хотел назвать ТБ Но почему-то не решится это сделать Но мысль ли у меня была так То есть я не угадываю, я анализирую Так, хорошо, ТБ ТБ, 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 ТБ Но здесь вивер нужно будет прям аганим делать ТБ свапает хп, вивер дает аганим Вот два фуловых стоят, дальше дерутся Либо лотус, кстати Мы видели, по-моему, как раз вивер Вивер, вивер, сейчас я скажу даже от кого Вивер по уму от Мяу Да, 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 Каори Каори там играл, он брал себе первым артом Грэйжную урну Разно, вторым артом лотус Очень сильно смотрел Потом себя аганим набирал Но это очень круто смотрелось, правда Я даже попробовал, кстати, в паблике Этот билд О, выиграл? Более чем, одну да, вторую нет В тебя вселился Каори, получается, на первой карте Да нет, любопытный Получается этот вивер четверка Он и мерзопакостный, и тратит на него всякие сентри И не всегда удается поймать И с ранним вот этим веселем Да и даже просто урны И урона много, и активный очень И, в общем, сплошные плюсы Тейдхантер Да, добрали тайда Будет дополнительный массфайт Очень сильное командное сражение у них теперь вырисовывается Да, ведь игрокоптера и тайдухи Двух героев вполне достаточно Остальные там уже будут как-то надкусывать вражеских персонажей Еще это неплохая закрывашка на террорблейда на линии Ему будет очень трудно стоять Весь белый урон будут ему срезать И этой духа будет даже, наверное, не чувствовать своего оппонента на линии Спокойно постоит Пофармит Наберет себе нужные ему артефакты И потом пойдет вместе со своей командой убивать врагу Ну, и по ту сторону, опять же, я упомянул То, что есть Драксир, который может попробовать нападать Во-первых, они могут сжигать огра, который на них занаглеет А если занаглеет, его сожгут Только главное получить там уровень Ну, с третьего уровня только можно нападать На первых двух уровнях очень слабый уж героя Можно только ресурсы выменивать И только так стоять линию Ждем начало Вообще, я жду не дождусь, если честно У Гидры любопытный драфт Потому что с Ингсвеллом Гримстрока можно работать качественно Там и Драксир на Серджей подбежит Там и Никс в Вендетте Там и Эмберспирит с Ремнанта прыгнет Продлить можно довольно классно То есть, вот такие вот выхватывать моменты для реализации фрага Можно почти любой комбинации героев, что круто И если удастся этими возможностями пользоваться Давать пространство для ТБ до того момента Как он скажет парня, я нафармил, пошли все вместе с пушем То может действительно получиться эффективно Не, ну, по крайней мере ICQ на Террорблейде фармит очень быстро Помнишь, да, вот эту первую карту сегодня Когда он прям и линию развалил И карту развалил Но немножечко не хватило Это, видимо, какое-то моральное давление пошло на оппонента Как у него получается Либо, может быть, знают друг друга там действительно с пабов Или что-то такое Периодически же Из-за никнеймов у Гидры знает только АСД То есть впервые вижу вот все четыре остальных книга Но я давно в паблике не играл на таком уровне Но вот все остальные никнеймы, которые у ребят из оппонентов, да То есть всех знаю, вроде как всех знал, со всеми играл Ну не знаю, я на таком уровне не играл примерно с рождения Так что мне сложнее, да Посмотрим, что покажут нам, господа ребята И вот, помнишь, то, о чем я тебе говорил Что, в принципе, Лину можно открывать и в первой стадии Герой флекс, герой в мид может пойти закрыть его Очень трудно в миде Вот оно и произошло В принципе, в миде ее не закрыли Хеллскрим побежал Опс ставить Ну вроде не встретился с ДБ Не увидели они друг друга Хоть и попинговали Глубокий обсервер Такой крайне тяжело заприметить и раздевать А здесь, кстати, опс стоит как раз чуть-чуть вглубь хайграунда Для того, чтобы стандартный центр его не доставал По-моему, как раз в центре прям вот на центре Не должен доставать Здесь ракета уже полетела под деспо Можно будет на развороте отстанется Но никто особо за ним не пошел Ну да, прекрасно понимаю, что наткнется импейлами Там дальше Но дальнейшее нападение будет просто ошибочным Вот и все Да, захлебнется вся эта атака Пока же по рунам, кажется, 2-2 2-2 будет по рунам Разведутся уже потом по линиям Будут стоять Поглядим Вполне потенциала по фарму Среди тех персонажей, которые есть Удастся ли Кэрри героям отстоять так, как запланировано Ну вот опять же, я думаю, что Терраблэйд будет очень трудно Ну, хоть у него и на линии гримстрок, да Который, по идее, может с магическим уроном Кисточкой накидывать Но я не думаю, что это вот Это какой-то, знаешь, ультимативное решение На Тейтхантерах, который к тебе на линию приходит И начинает тебе бить по лицу якорем Еще и гуся закидывает иногда Ты вообще ничего с этим поделать не можешь Драгонек стартует пока что через щиток в миде Будет тут подфармливать Это, понимаем, будет его в 3 оставлять Чтобы в фарме не было удобно леса Ну и будет замаксить себе фесты Мне кажется, на линии-то надо взять хотя бы в 2 щита Иначе просто одним Драгонслейвом будет Лина сбивать Нет? Или... Я, честно, не игрок на Эмбрии Я не помню, какой там абсорб дэмэджи идет Там в начале 50 урона 50-150, по-моему, вот так вот Ну просто я помню, что не максит щиток Потому что это не имеет смысла В 2-3 его хватать, чтобы нормально, адекватно фармить лес Отпулили здесь пачку Как мы видим, Денайд просто все дело Дес попытался за контестить ранжевика Не получилось им пылом попасть Задалит все дело, ребят, пантомимы, манкуши И пока линия довольно-таки неплохо стоит Они сейчас здесь должны пойти убивать крипов И манкуши должны возвращаться на линию Там у него как раз пачка стоит под тавром Добивает крипочка И одного крипа оставляет пантомиму Любопытно, что будет делать Как будет раскачиваться Никс Потому что чисто в теории Он может здесь просто качать моноберн И огур будет абсолютно бесполезный Вынужден будет бешено тратиться на расходники И чуть сложнее будет гирокоптеру фармить Либо можно все-таки выкачивать станы, импейлы И вот именно дизейблы Станы карапаси Я видел, кстати, один раз такую тему То, что Никс приходит с Кларити на линию Начинает спамить монобернами Ну, обычно противогельщика это очень круто работает Тут в миде очень опасная ситуация Для Лины может попытаться Драгонекс убить ее Были фисты и вроде были чайны Но забоялся он Возможно не прокликал по ресурсам Лина из-за этого решил не идти дальше То есть у нее просто не хватало маны Он мог позбивать ей боттл с помощью чайнов И попытаться ее убить Там, кстати, рунку Я думал, что пойдет контролить рун На всякий случай Никс Но он там где-то на хайграунде побегал Побегал, видимо, понял, что руне ничего не угрожает И можно будет Теперь борьба И кажется, да Но попытался драгонекс через фист своровать Там очень непросто Да, это очень сложно сделать, правда Сложно, но можно Это очень важно И я смотрю на крепость от драгонекса У него ситуация очень плохая Возможно, из-за этого он себе, знаешь, даже моральная Неловко чувствует Из-за этого и боится как-то более агрессивно играть на линии По-другому почти, что погиб в боте Очень много урона С щитков в итоге получается Еще и пачка огромнейшая идет на герокоптера вместе с игромагом Погибает тем временем Курьер в топе у Пабера Работает Фарт Работает Вивер И я смотрю, что Гидра немножечко Плывут по крипстату Тиррблейда только нормальный крипстат на линии И то Это удивительно, поскольку он стоит линию против Тейтхантера Опять же, очень круто играет парень Приятно за ним наблюдать Пантомем, тем временем Немножечко небольшая злышка Курьеры И может пытаться зацепить еще и Деспо Полетят ли? Да Но есть хорошие карапаси Но пантомема маны хватает Через 2 секунды можно было бы замедлить Почему, интересно, не пошел Здесь помочь линия Хорошо завыдел Стандрагон Икс На пантомем Замедляет Есть стики Оглушение еще одно Тимака, правда, нечем помочь Нет возможности никаких Прилетает сюда на сейф Гримстрок и кистью своей Не хочет, чтобы противники шли дальше Они и не идут Страшновато Да, ну такая ситуация Опять же на тоненького была Пока что, ребята, играют только так Лина сейчас пойдет за контроль Баунтиру, но пофармит тут Изи кемп, скорее всего Не пофармит, поскольку он был заблочен Сейчас только его разбило Забирать тут баунти Ну и будет продолжать набирать надвор Но я надеюсь, что будет Это дефолтная лина, которую я привык сейчас видеть Последнее время через travel abkb кристалис Очень сильный билд Ничего даже придумывать не нужно Тебе уже и так Гейб все дал, чтобы выиграть в доту Бедные Да, да, да Он в соло стоит в топе Фрайзер вместе с фивером просто его грызут Не дают мне что сделать Но он очень достанно По криптатам Да, да По криптатам Так не скажешь Как будто бы он тут в фарме Ты вообще фривольно себя ощущаешь Ну, возможно, у него на третийский Тоже очень важно А при этом ведь Левелочек еще соло получает Получается Получает, получается Понабрали вот этих по объявлению каких-то Кослушаешь Ну, говори сам за себя Как говорится Будем посмотреть Вот Заразил ты меня Так вот Непрофессиональностью Ой Я надеюсь, что это Я надеюсь, что это быстро пройдет Что ты оклемаешься И дальше Спасибо Так, да У нас в боте Тут любопытные дела Вообще Мне кажется Угрмага здесь Должны забирать Два милишника С дизейблом Но как-то он так Кушается тиражка А герокоптера Убить Гера Подвощить не удалось Хочешь Какой живаку Просто выдает Из-за второго А подвышку Не, подвышка Не пойдут Блин, страшно Там вышка уже В моей голове Это выглядело Как будто АСД за шиворот Взял двоих Заворотничок Назад Сюда подошли Подошли Сели Ай промахивается Станом А, забрал хосту Так А, ага Вопросов не имею Хаста нажалась Паббер Так, а еще и Паббера Есть драгонслейв Два Доблкил Снизу там Развлекались В это время Довольно качественно С деспом Десп Там Погибает Актера выложит Совсем скоро будут Там 3-400 Улины Довольно-таки Неплохо идет 9000 перемущества Тем временем За бластерами Странно Ну, как-то печально Печально На самом деле Все Держится довольно Неплохо Дарксир Держится Хорошо Террорблейд Мы, в принципе, Видели, что На этих двух героях По большому счету Ну, можно вытаскивать игры Но хочется, чтобы и остальные Тоже Подтягивались, конечно Хотя, вот, часто бы Вообще на четвертую позицию Спустился по Нетворсу Там, борется за Топ-3 Не, ну, в команде он топ-1 Это уже о чем-то говорит Это уже хорошо Это уже не так поздно Манкуши можно убить Попытаться Попытаться Куда? Все, вы должны его убивать Крипов Крипов хотел Странно Так, Манкуши Отправляемся в таверну Сд забирает себе Килл еще на Пантомема Переключать Но Тимак уже Дэйм Он же Дэйм Да Тп шнелся уже в бот Забирать себе Килл Дэст Получает так же Стан Можно попытаться Забрать Карапаси вроде как Еще на кулдауне Импл Откидывается Пока что по линии И Пантомема Начинает И не успевает Драгонекс Немножко Получится ли Что-то сделать Здесь Два в два Ситуация Хорошо Подвязал На оглушение Также от Ингсвелла Срабатывает Пантомем Сражается до конца Можно попробовать Отдаться Эншентом Как вариант Либо надеяться Уйти Но это такая Надежда Довольно Вялая Так Это Лак Или это Тип Пантомема От Его же Тиммейта Непонятно Ну вряд ли От его же Тиммейта Мне кажется Это должно Дезморалить Даже больше Чем если Тебя враги Типают Дисконекис Пантомем Именно у него Залагало Это он оправдывается Просто то что Нафидил Все стало понятно Теперь наконец Ну в смысле Он еще и нафидил Он все еще Развернется И на мужика Даст сеншент Но он крипов Зафармил Здесь только Большого кентавра Не забрал себе На герокоптере То есть в принципе Нормально Нормально Но дайм Конечно неплохо Перемещается По карте Мы видим Прям много Забирается Бегалды Конечно Что он нафидил Эмбру Это плачевно Потому что Эмбра Может камбэкнуть Но я смотрю Просто на кой Строчке Находится Эмбр И понимаю Что камбэкнуть Будет очень трудно То есть этого Кила На вот этих двух Героев Мне кажется Кила не хватит Поглядим Сейчас Там Галды 250 Ж должны Дать Сейчас 500 Знаешь За две головы Так Так Зачем Развернулся На замедление Непонятно Мне кажется Мог мансить Больше бы времени Выиграл Но драгонекс Красавчик Он прям Фестами Все Доджит Все что можно Ну и что На топе Монкуши Справляется С вышкой Потихоньку Следующую пачку Можно будет забрать Там как раз Флэк откатится Свою подвести И точно С вышкой справиться Если сюда Никто на деф Не придет Рейзер Тоже тут Неподалеку Что себе Будет делать Пока Есть Ринг Просто видимо На то Чтобы линии На линии Стоять Он или Взять Купит Или просто Забьет И возьмет Себе быстрый Ну стик Наверное Рефрешер Слушай Это было Интересно Сказано Но может И рефрешер Конечно Правда Мана Не хватит На рефрешер Я думаю У героя Но Возьменно Блин Просто Ну да Я понял Это гениально До такого Не надо Быстрый Быстрый Рефрешер Всем Советую Феникс На самом деле Так играют Любят Я в Азии Опять же Видел Любят Собирать Именно Первый Шмот Рефрешера На саппорта Что интересно И у тебя Два яйца В драке Как это Странно Звучит Звучит Логично В целом С одной С одной Стороны Ну да Ладно Они защитные Ставятся Понял Неагрессивно Их Разбить Нельзя И у тебя Не хочет Раз Неагрессивные Яйца Все верно Хорошо Здесь Немножко Напрягает DragonX Не супер Сильно К нему Командочка Подходит Павер Получил По лицу Дэмэдж Проходит Все-таки Слоу Граунда Деспо Можно Тоже Зацепить Должны Откатываться Скиллы У Дэйма Больше Разгоняет Себя Пытается Попасть Станом И второй Фраг Тоже Делается Здесь Но параллельно Тб Расправился Стоянен Вышкой Мет Потратил На это Но ничего Страшно Зато он Себе Открыл Территорию Для фарма Будет Там Набирать Свой Нетвор Главное Чтобы его Треугольник Не заняли Чтобы он Знаешь Что Он Якобы Открыл Себе Карту А якобы Будет зажат На двух Кемпах И линия Этого Очень Мало Для него Карозер Появляется Фейзе Есть ДД Еще Себе Забрал Найвер Спирити Возможно Как драка Будет В медиа Дарксир Уже Здесь Грим Строук Дес Прилетел Все же Фразер Пока что Подставляется Получая Слишком Много Урона Еще Свинтеты Дали ему В спину Драгон Залетает Дальше Ставится Стенка И Команды За спиной И Сейчас Они Пойдут И Развалят Через Рэвич Гидро Подсобрались Уже Чувствуется Уверенность В их Действиях Прямо Видно Или Неуверенность В бластерах Неуверенность Возможно И в бластерах Но мы Конечно же Указываем Только На позитив В обеих Командах Поэтому Гидро Подсобрались Так В меди Фантомер Выходит Стан Можно Продлить Можно И Убить Мою Ай Ай Там Тентакля Не дотянулась Немножечко Но можно Ж было Не дорабатывай Свои деньги Тентакля Тентакля Драган Икс Гонит Его Дальше Но Что Делать Зайвы Круто Успел Просунуться В Окно В Дизейблах Уйти Небоязвимость Драган Сужили Будет Отпушивать Но Они не хотят Давать Это понятно Я думаю Это очень важно Если они дадут Это тавер То тв будет Очень плохо Они не хотят Чтобы тв было плохо На самом деле Могу знаешь Пожертвовать Тавером Выйти на Герокоптера В смоках Ну просто Привозить Понятно Где он фармит Они подвар Наспоканулись Не должны Принимать Возможно Будут Хотя Пока Ревелит Тайду Хаш Решил Принять Принимает Немножко Но Там Пробивать Его Вообще Не просто Частики Есть Прям Много Времени Тратит На И Шестан Залетает По двоим А продлить Табы Еще Маны Просто Нету Чтобы Дальше Что-то Делать У Пантомема Но Зато Димак Рядышком Хеллск Тоже Идет Вперед Там Самое Среди Чара Прилетел И Всех Кучах Два Кила Себе Забрал Дэйм Смотрит Спасибо Дружище Помог По-братски Не Все-таки Будет По-братски Тоже Странно Ты С одной Стороны Хочешь Отдать Фраг Кору А С другой Стороны Лишнюю Тычку Не Сделал Все На Ребанте Куда Ни Улетел Противник Обидно Что Будет Юл Появляться На Ленина Я думаю Он Передумает Уже Убрал Себе Юл Все-таки БКБ У него Просто Стоял БКБ Юл Я не Думаю Что Юл Здесь Ну Для Чего Он Хочется Чтобы Ловить Эмбера Ну Такая Конечно Идея А вот Кристаллис С руки Напинать Учит Очень Даже По-мужски Но Пока 2000 Преимущества Для Бластеров Мы видим Что Крайне Хорошо Фармит Товарищ На Гирокоптере 6600 Уже Имеет Нетворса Так его Никто не трогает Он прям Вальяжненько Себя Чувствует В топе Линию Пофармил Триуголь Пофармил Да У него Уже Очень Много Есть Половина Аганима ПТ Стики Загрейдил Вообще Может Беспрепятственно Фармить За счет Поставить маски Вообще Все хорошо От гира Развелись Вижен Ну теперь Хотя бы еще И свой нижний лес Отжали Но правда Тут ТБ Не сильно Выходит Он Постоянный Иллюзиями Отпушит Это все Дело Поэтому В этом плане Можно не бояться То что Их лес Займут Лина Пока что Миди Тоже Отпушивает Но я думаю С БКБ На линии Можно будет Знаешь Более Еще Уверенно Действовать Выходить Прям Даже Вплотную Стоять Под Тейтхантером И играть От этого Отталкиваясь Пантомем Снова Пытай Застанет Тембр Спирит Имбр Спирит Доджет Игнайт Райзер Возможно Хотел Щупальце Выпустить Наравагу Не давал Тут Атака На вышку Все еще Продолжается Заходит Пантомем В бочину Получает Довольно Классным Стяжка Стяночка И стяжечка Туда И полетел Дэмэдж Но пока Всего Один Кодному Всего Один Кодному Монкуши Оч Битый Ватер Рэмэдж Который Зайвать Удраган Их Запил Да Как же Как же Он Исправляется За свои Ошибочки Так Ну и Теперь Уже АСК Подходит В драку Начинает Наяривать Арбуз Ну да Там Пока Дэмэджи Не столь Много Чтобы Справляться С С Тейтхантером Можно Вышку Зато Отпинать Знаете Мы так говорим Вроде Ну реально Немного Дэмэджи Но 219 урона С руки Звучит Как бы Много Как бы Он здесь Не погиб Еще Сандр Правда Имеется Он уже Им Воспользовался Тейтхантера Притянулись С помощью Вакуума Очень много Получает Дэмэджи Здесь Арбуз И его Разбили Навышку Очень Не хотят Отдавать Слишком Важное Строение Чтобы Не Дараться За Не Не Упал Дарксир 12 Аганим Кстати Супер Скоро Дарксир Там 300 Зол Остается Если Я Все Правильно Увидел Топ 4 Подотвор Если Что Дарксир На Карте Мы Смотрим В этой Серии Довольно Популярный Герой И Довольно Таки Круто Себе Показывает Очень Сильно Показывает Себя Так Здесь Скоро Будет Уже Появляться Скади Скипает Манту Не будет Покупать Себе Ее ICQ Вот Насколько Правильное Решение Как ты Считаешь Взять Себе Два Малых Артефакта Аля Драгонландс Яша Нежели Одну Манту Или Один Что-то Одно Большое На ТБ Мне кажется Это Важно Очень Вот Эти Минорные Статы Которые Имеются У него Знаешь Яша На Фарм Драгонландс На Выживаемость Вот Это Больше Взято Хотя Я Привык Видеть Что На ТБ Тоже Беру Знаешь Или Одно Или Другое То есть Яша Или Драгонландс И потом Выход В Более Большие Артефакты Ну а то Что Ты Назвал Типа Или Манту Или Филикин Пайк Да Только Сделать Ну Обычно Так И Делать Наверное Только Филикин Пайк Никто Не Делает Потому Что Это Не Дает Тебе Тесто Те Тебе Не Обходим А Вот Манта Да Манту Можно Голую Наверное Сделать Да Ну Что Продолжаем Наблюдать За Третьей Картой Действительно Оби команды Вроде Достойны Потому Что Проявили Себя Классно На Предыдущих В Предыдущих Сражениях Ну И Сейчас Тоже Ничего Непонятно 12-12 Преимущества По золоту Практически Никакого Нет И Тоже Максимально Компактно Идут Коры В Таблице Нетворс Может Быть За Исключением Тарблейды Которые Немножко Впереди Так Тут Еще Будет Попытка Зайти В Свой Лес Верхний От Гидры Не факт Что Получится Конечно Сделать Деспота Гидварди Тварды И Ребята Отходят Отсюда Бластеры Не хотят Принимать Здесь Драку И Да Хочется Напомнить Что Победитель Этой Серии Завтра Вечером В 5 Часов Вечера Встретится Против Победителя Прошлой Серии Которые Вытеснили Кханов С турнира С счетом Мы видели Ребята Играют И Ребята Играют Практически Безошибочно С планом На игру Мы Видели Интервью Да Их Тренера Довольно Серьезные Ребята И Это Будет Я думаю Не менее Серьезный Противник С которым Они встретились И сейчас Фрайзер Прыгает Далеко Находят Здесь Гримстрок Гримстрока Можно Наказать За данное Действие И Он Отправляется В таверну Переехал Его Холоскались Своим Тиммейтам Через Атос Играет Кстати Хватает Дамеджи Атос Это Интересно Билд Интересный Такой На Четверке Бивери Ок Ты хочешь Ловить Людей Потому Что Здесь И Даракс Помогает Чара Хочет Набить Лицо Кому С таким Билдом Именно Так Решил Сыграть Глеб Нир БКБ На Четверке Бивери Звучит Очень Неинтересно А пока Рошан Пока Рошан Довольно Неторопливо С ним Разбираются Не то Чтобы Было Какое-то Фатальное Количество Урона Но Успеет Ли Сюда Уже Стягиваются Противники Маны Не хватает Кстати На Реведж В случае Чего Но Кажется Все Успели Хотя На Грани Были Взгляд По Золотовалютным Запасам Это все равно Никак Не отображается Практически Все равно Все очень Ровно Да Теперь Слиной Будет Справляться Сложнее Потому что Ее Два Раз Надо Будет Убивать Но Тут Зато Тараблейд Дофармил Себе Так Искаде Первый Полноценный Большой Артефакт И Пошли Кажется Показывать Его Противнику Плевать Хотели На Наличие Егиса Захватывают Вражески Лиса Ну Это Наверное И грамотно И не очень Это Просто Рискованный Мув Если Неправильно Все Сделал Лену Убить Дважды Будет Ну Не Очень Трудно То есть Если Это Бронотопе Нашли Никса Никс Должен погибать В идеале Ну Ланда Тут Мансит Еще Много Копался Сюда Еще Ушел Но Тут Встречают Его Не Султан Красавчик Но В боте Демонтирует Эдва Лыжка Видимо Пытается Разменять Восик Ю Довольно Таки Неплохо Получается Это Сделать Очень Много Товар Дэмэджи У Данного Персонажа Слушай А на самом Деле Они Могут Еще И Подэпать Топ Если Захотят Не Он Будет Стягивать Видимо На Базу Но Нарисовали Какой-то План Капкан Там Прямо Стрела На Полкарты На Полмини Карты Такая Ну Мини Стрелочка У Нас Там Хотят Найти Здесь Противников Так Это Отлично Для Гидры Смотри Они Оттесняют Противников Они Забирают Товара При том Что У Ребята Егис Есть То есть Бластеры По идее Должны Сейчас Играть С позиции Силы Отталкиваясь От своего Егиса Они Зажаты По Карте Потому Что Тб Засплетил Бот Забрал Т2 Засплетил Мит Забрал Т1 Они Не Забрали Т2 И В итоге Гидра Сейчас В Игрышном Положении Находится Да И мы Кстати Отмечаем Что Совсем Недавно Около Там 700 600 Золота Было Преимущество Таррблейда Над Противником Ближайшим Ну Очевидно Гирокоптер Сейчас Больше Косаря Уже Полтора Косаря То есть Довольно Плотно Борьба Идет За первое Место По Нет Форсу Но Пока Таррблейд Опережает БКБ Слечим Артефактом Планирует Себе Делать Судя По всему И По большому Счету Примерно Две Третьи Этого БКБ У него Уже Есть Нормально Так ХП у героя Под щитком Я бы С ним В открытом Поле Не встретился Я бы Побоялся Так Здесь Хотят Зайти Во вражеские Заходят сюда И Оказывать Прессинг Планирует На Тир 2 Ей Уже Немного Осталось Судя по всему Чем Можно Ответить Там Т2 На центре Стоит Крипы Правда Хотя Тоже Подходят Будут ли Успевать Что-то Сделать БКБ На Гирокоптере Появляется Уже Теперь Должна Попроще Немножко Игра Пойти Дальше Станик Планируется Макуш Могли Попробовать Зафорсить Т3 У них же Все-таки Аегис Есть Заставить Стянуться Оппонентов Но Видимо Побоялись За то Что Линии Слишком Сильно Запушены Мы Боялись Это Делать В На Клиф Клиф Притя Притя Притянули Сюда Мы Видим Тай Дай И Все-таки Асик Погибает Казалось бы Отличная Драка В Исполнении Гидры Но На самом Деле Она Ты Была И Неплохой Они Выбили Аегис А еще СД Умрет Теперь Не Очень Хорошая Драка Ну Тим Вайп Да Но Они Забрали Аегис Они Сами Поубивали Много Героев То Есть В Принципе Если Не Будет Аегис А В Принципе Если Не Будет Аегис А Гидра Выглядит Намного Сильнее И Жучара Подставился Второй Раз Форсик Есть На Граунд Хорошо Не Очень Много Было В том Что На Линия Была Егис Потому Что Лина Смогла За Ней Довольно Далеко Зачезли Под Тир Три Практически Потом Перед Тем Как Лина Погибла Она Еще Успела Выдать Стан По Двоим И Ты Не Позицию Не Сменишь Не Прожмешь Ничего Лина Встает Продолжает Тебя Лупасить Уже Фулова И Дальше Уже Все Было Предрешено А Егис Все Таки Сыграл Немаловажную Роль Там Минута Оставалась Буквально На Момент Дропа Но Драка Была Просто Прекрасно Красиво Ну и 3000 Преимущества Для Бластер В связи С Этим У нас Происходит Пабер Тут Чего Хочет Не Совсем Понятно Можно Было Попробовать Эту Карту Можно Хеллскрем Отекать Команды Конечно Спорный Такой Я думаю Ребят Когда будут Пересматривать Реплей Сами На Это Ухажут Нападение Может Могут Надести Секью Могут Его Убить А если Утб Уже Бкб Вот Что Важно Бкб Есть В случае Чего На Воспользоваться Им Тот Крим Может Погибнуть Очень Много Урона Получает Жучар Отправляется Наверну Вебок У него Случай Чего Имеется На Утпост Можно Сюда Прилететь Игус Ульты Если Захочет Но Пока Не хотят Кажется Больше Продолжать Это Сражение Фрейзер Но Ему Будет Скрыться Попроще Он Уж Слишком Плотный Уже Патер 2 Тут Лина Подходит Лина Кстати Подошла Как бы Не вышла Сейчас Обратно Пошло Замедление Рэвэйдж Неплохой Но Такой Больше На Сейв И Кажется Все Успели Разбежаться Но Теперь Рабаги Нет Бкб На Линии Нет А Форма Аутер Блейда Вот Она Родная И Катапульт Подъезжает Вынуждены Тратить Глиф Ответные Так же Происходят Катапульты Помрет На Следующая Пачка Уже На Месте Еще Катапульту Засъявили Ну Я думаю Они После Мета Это Идут Они Должны Это Делать Нападать На Секрю Видимо Увидели Как Эмбра Сюда Улетел Могут Тир Блейда Потерять Ребята Здесь Продав Бкб 8 Секунд Стоит Семер Сперед Уже Вернулся Мы Видим Нарин Анти Вивер Получает Очень Много Шикучах Три Тычки Пады Лады Я Передумал Все Нормально Спрятал Свои Шучьи Лапки С помощью Таймлапса Пытаюсь Найти Кит Килы Нашли Эмбра Бкб ТП Нету Кстати Забрал Тяжко Неплохая Асд Сам Ублинков Вается Здесь На Форстафе Выкатывается Оттуда Жукс Ассасин Блин Круто Игра Оба Лейнера На Дарксирах На Остальных Героях Тоже Хорошо Играет Но На Дарксирах Круто Эмбер Спирит Закупил Себя Аганим Еще Более Мобильным Страшным Сталом Я думаю Он будет Дальше Рефрешер Покупать И все Это будет Неуловимая Машина Для Убийств Который Будет Наносить Просто Очень Много Магического Урона Там Я видел Клип Недавно На Ютубе Где Просто Через Рефрешер Тим Вайб Устроил На Эмбр Спирите Еще Без Проблем Поэтому Мы будем Смотреть Сейчас За каким Ты знаешь Изысканным Поведением Эмберов Драки Использованием Скиллов Как Настоящего Гения Как Айсек Играет На Тирблейде Он Сейчас Будет Так Нажимать Скиллы На Эмбр Спирите Он Показывал Уже Что Умеет Магет На Эмбр Спирите Так Что Поглядим Действительно Как будто Бо Нас Мог Какой Собирает Сейчас Господа Гидра Что-то Они тут Все вместе Прям Затусили Но Ничего Интересного Пока Не придумали Может быть Ждут Каких-то Артефактов Было бы Интересно Посмотреть Что у Тирблейда По следующему Арту Что он Себе Хочет Тирблейд Хочет Себе Дальше Добрать Сначала Дедалус Потом Рефрешер Судя по всему Почему Игнорирует Момент С бабочкой Потому Я думаю Ему Плотность Необходимо Он и так Довольно Плотный Его и так Довольно Сложно Пробить А бабочка Тебе не даст Той выживаемости Ну по сути Согласись Его магии Убивают Бабочка Здесь Это конечно Круто Но Там БКБ Это не Панацея Но БКБ Может и Закончится А так Рефрешер Он собрал У него Будет 2 метра У него Будет 2 сандра У него Будет 2 Пабера Не Увидели Что Ли Увидим Да Он как будто бы увидел Но не очень захотел Там драться Куда полетят Фрейзер вообще Просто идет Танкует Уже Минус Гримстрок Зацепили еще И ICQ Неприятно Но сам фрейзер Должен будет Отправиться В таверну Зарутали Лину Вперед бежит Дрэгон Икс Лина просто Кастой Телепорт Хватит ей Здоровья А вот Пантомимо Никто отсюда Не собирается Отпускать Тот Грудь Встретил Свою смерть Акдурашан 20 секунд Остается Ждут его Ребята Шарточки Скреблил Вивер Да Ну и теперь Кстати Все-таки Решает Сделать Гоним Ну конечно Мы пошли Там Надавали В дискорде Мне кажется Что Отост Не самая Плохая Затея Против Вечно Улепетывающего От тебя Эмбир Спирита От Вот этих Неприятных Сержей Как здесь Дэм Подставился От Пуши Видимо Его поймал Там Дарксирс Оганим Понятно Что Дарксир Поймал Но Как Он Подставился Вот Здесь Основной Вопрос Сегодня Теперь Теряет Рошана Заберу Сейчас Сейчас Себе Я Егис Да И Шарт И Второй Дарксир Не Ошибаюсь Да Первый На Линии Был Сбит Только Вот Кому Они Шар Дадут Я Б Отдавал Эмбру Если До Сих Пор Нет Шар Да У него Там Слишком Сильный Шарт Он Переложил Себе Ботал Забрал Себе Шарт Использует Да О Еще Иркин Руна Выпало Да Ладно Это Уже Называется Лакер Поглядим Связка Подвоем Прыгают Сюда СД Понимаешь Что Не туда Не туда Прыгнул Так Это Горит Жи Да А Догорел Неприятно Как Будто На Батю Баканул И Сразу Понял Что Лучше Не Выделываться Сильно Его По щам Надавал Ролюктер Там Два Три Крита Выпало И он Сразу Заднюю Дал Что Ты Фрайер Задал Назад Так Драгон Х Пока Что Вяжет Здесь Тай Духа Попытался Видимо Забрать Баун Через Писты Так Здесь Диасп Но Его Не Видно Здесь Только Обс Стоит С Три Шички Нет Разведывает Пока Территорию Получает Дополнительный Экспириенс Со всего Этого Дела Нормально Видит Противников Понимает Где Они Находятся Команда Понимает Где Смотрю Вот Как Гиркоптер Фармить Захотелось Знаешь Сейчас В паблик Пойти Поиграть В доту На Гиркоптере Нашли Деспо Настолько Завораживающе Не Ну да Так Я в свое Время Когда Луна Начала Появляться Думать Неплохая Связка Подвоем Убить Эмбер Спирида На развороте Латин Страйкер Даже Залетает По голове У него Байбэк В случае Чего Имеется Он уже Прилетел В драку Нажимает Бкб Нажимает Мету Начинает Грязаться Ушим Можно Убить Правда Рабака Была И от Нюкса Это Конечно Много Но Ребята В итоге Вырились Драк И могут Попытаться В город Стоит Т3 Выбить От Они Сами Да Пой Заполено Байбэк Разводить При этом Байбэк Отца Без Бкбэк Есть ли Смысл И совсем Понятно Ну да Такой Тоже Интересный Вопрос Крип Крип Виверочек Давать Советы Драксиру Это Единственный Крип А что Там У него Я взял Себе То есть Не Идеально Играют Но я Не специалист Я всего лишь Топ-3 Драксиру Дата Баф Блин Все бы было круто Если бы ты Вот не добавил Тут был Был Небножко Так Ну я же не буду Обманывать Зрители Правильно Нельзя это делать Там Рэф Решет Скоро Появится Он Продал Он Боится Если В случае Чего Надо Вп Пути Нажать Прекрасно Это Понимает Поэтому Решил Не покупать Трэшер Где-то Крип Что Ли Зашел Где Багдор В боте Пачка Да Вроде А вот Да Вот Лопачка Еще Подошла Сейчас Сюда Ну что Можно Я думаю Бешеный Какой-то Огр Так Можно Продавать Драгонлайн Покупать Трэшер Без Бэйбэка На ТБ Я не думаю Что Они Вас Могут Как-то Заберстить Мне кажется Что Если Прыгается Вплотную Тайтхантер То есть Шанс Не успеть Среагировать Ой Ухажен Круто Здесь Ловит Можно Убить Драгон Икс Успевает Нажать Бэйбэ И на Ринанте Да Улетать Это Было Очень Красиво Немножко Не хватило Урона Буквально Пару Супер На Тоненького Было Был бы Какой-то Стан Дополнительный Был бы Без Проблем Ну и Конечно Бластером Нужно Аккуратно Играть Несмотря На то Что Противник Ведет Не столь Много Найдут Хилл Скрим И нет Читком Пожег Пробежался Просто Бежит Дальше Не оглядываясь Ни на что Ну Уникса Как-то Хотя Нет Более-менее Чего Стрик Из шести Стрик Из семи Нормально Набивает Угрома На крип Сейчас Третьюрка Она Откроет Себя Да Ну что Там Кстати Курьер Напротив Лавки Где-то В лесах Заныкался Хочет Добраться Всему Что-то Захватить Тайной Даггер На Гирокоптере Появляется АТБ Не наглеет Ли Здесь Он сам Находится Общит Осеки Уже Включил Такого Быка Пошел В соло На пятерых А если У него Скоро Закончим Дистанет Есть Неплохая Равага Была Сразу Выдано Подвоим Персонажем Нюхс Погибает Можно Переключить На Драксир Но Драксир Есть А я Надеюсь Он Чекут Выдает Свою Стяжку С стенкой Но Даймож Пока Что Никакого Не поступает Команду Бластеры Ребята Отступают Перегруппироваться Пытаются Вот У нас Секи Уже Пришел Вгрызается Фрайзера Не уверен Что Это Цель Сейчас Убивать Вот Первая Уже Была Выдано Но Ребята Разобрались С Арбузом Переключаясь На Другие Героев Но Все Уже Благополучно Свалили А Их Заканчивается А Как А Что А Почему На Куда Уни Были Чечене Христы Видимо Видимо Да Но Либо Как То Может Не Заметил Что Маловероятно Но Все А Тимак Тоже Подставляется У Небо Неприятная История Это Называется Тим Вот Он Наверное Вместе Точно Так Же Умер Драгонслей Решил Дать И Карту Отдать В Полуфинал Получает Ремнанты Кончились Кстати Ремнанты Кончились Тут Задул Но Нет 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 Не До Конца Так Стоп Это Какой-то Закидон От Двух Мидеров Произошел Нереально Обменялись Любезностями Гирокоптер Дальше Хочет Себе Сильвер Рэдж Вообще Делать Эмбер Отдал Дань Уважения Своему Оппоненту Сказал Дружи Если Ты Ошибся Я Умею Точно Так же Давайте Выровняем Шансы Только Лина Не будет 30 секунд А Эмбр Спирит Не будет 90 И Бэйбэк У него Бэйбэк Наколдаун Еще Целых Три Минуты Находится Сгиналка Ситуация Конечно Инвиз Рафрешер Уже Настой Я Себе Приобрел И Вот Она Бабочка Так Вот Кстати Интересно Что Когда Еще Было Егис Не Пал Ничего А Когда Егис Закончился Такая А Куплю Кайси Рефрешер Ну Слушай Туча Знаешь Что Такая Ситуация Когда Нужно Ты Сам Понимаешь Тоже Кинцева Запынка И Можно Не Играть Дальше В Доту А Здесь Он Хотя Бэйбэк Рефрешером Он Хоть И Рискует Но У него Будет 2 Мета У него Будет 2 Сандра У него Будет 2 ПКБ 12 Секундная БКБ Но Согласись Звучит Довольно Таки Уверенно Почему Никто Через Демон Зил Не Пытается Интересно Играть А Это Очень Опасно Там Очень Много ХП Срезает Многие Из Этого Боятся Играть Пока Сатаника Нет Ну По Крайней Мере Это Мне Говорили Люди Которые Задротят На ТБ Которые Которые Боятся Играть Которые Боятся Играть На ТБ Но Задротят Так Здесь Пользуется Отсутствием Эмбер Спирита И Выходит В Агрессивные Действия Но Агрессивные Не Слишком Даже Тир 2 На Центр Стоит Так Но Вгрызается Т2 Вышка Мидия Монкуши 12 Секунд Стоит Дембра Дождались Никакую Сторон Не Потеряли Все Отлично Отходит Ребята Боятся Дальше Продолжать Драться Понимая Что Ну С Позиции Силы Играть Нельзя Все Так Они Слабее Здесь На 5000 Отставляется Султана Можно Попытаться Убить Здесь Причит Пока Что В Карапасе И Отправляется В таверну Раваку Кстати На него Потратили Там Даже Драксир Под Жучками Находится У него Есть Айон Диск Случай Чего Можно Будет Еще Байбэк Нас И Вернуться В Зарутали Зарутали И Сейчас Хочется Сказать Что Бластером Невамерно Повезло С таймингом Нарошана Потому Что Был бы Он Сейчас Они Его Профукали А так Он Рестница Примерно Как раз Когда Рестница Тиммейт Бластеров Кстати Я бы Знаешь Даже Наверное Не Бабочку Покупал Здесь На Тб Скушал Аганим Что Вот Это Мини Мета Была Мне Кажется Звучит Как Бэйбер Мини Пуш Джак Пока Руд Так Туда И Дали По списку Тиньчоп И тут Его Поняцело Ладно Извините Просто Меня Когда Заходит Тему Запад Джан Флэшбэки Вот Знаешь Как В Дитамске Есть Так Наш Закод На Хайграунд Здесь У нас Планируется Кажется Пытались То Иллюзию За Относить Толи Они Теста Четыре Сполезно Они Решили Вот Именно Вот Вот Именно Хватит Ли Дамеджер Хороший Вопрос Я Надеюсь Да Нет Еще Не Можно Прожить Рефрешер И Бах Я Не Сразу Не Сознан Стал Фанатам Гидры Просто После Эт Серь Только Сейчас До Догадался Пошел Прыжок Не Успел Хотел Ему В печень Всадить Прям Кулач Шлепнуть Да Сейчас будет Вторая попытка Крипов нет Крипов Миди Заходят Но Есть Смысл Наверное Отойти Ресаются Уже Персонажи Там Как раз Рошан Уже Встал Рошан Вкусный Третий Приятный Аганимный Рошан Это Вообще Идеально Будет И Нет Стоп Стоп Лучше Рефрешер Даже Рошан И Отдать Рокшешер Эмбру Это Будет Намного Круче Порошания Все Эмбр Говорит Это Мне Давай Сюда Это Это Рошан Еще Забрать Надо Давай Сюда Будет Стоп Дальше Будет Ключевая Драка В игре Райзер Респаунился Уже Успеет Забирать Ли Кто Забирает Все Забрался Заботливировал Драган Икс Так Стоп Рошан Алло Успеет Ум Рошан Ты Просыпается Они Сюда Что Не Успевают Они Просто Сюда Успевают Вот ДД И Только Сейчас Влетает Сюда Эмбр Спирит Не Влетает Сюда Эмбр Спирит Он Куш Просто Кастует Телепорт Хватает Ему Здоровье Для Того Чтобы Просто Отсюда Улететь И Забрали Дропы И Кажется Сбежали Практически Все Кроме Пантомема Его Может Быть Не Столь Жалко Так Секундочку То есть Сами Они Побоялись Забирать Рошана Но Здесь Но Ладно Там Было Трудно Рассчитать Но Нежность Согласись Очень Быстро Забрали Рошана Да Они Вообще Даже Не Успевали Есть Продолжение В случае Чего У ТБ Он Сможет Нажать Его Воспользовать Башечкой А вот Уши А БКБ Нету БКБ У У Него Нету Сатаник Есть Сатаник И Там Радио Йонгийский Имеется Он Срабатывает Там Параллельно Гримстрок Сражается Соло Против Арбуза Но На этом Принципе Все Линию Спушили Можно Отойти Перегруппироваться Поймать Лину Поймать Лину Забить До Конца Лину Вылетают Сюда Драгон Икс Под БКБ И Не Хватает Чуть Урвана Там Порядка Восьмидесяти Здоровья Остается И Что Все Таки Решат Отойти Да Решат Отойти Но Лину При Этом Ладно Лина Еще Егис Но Этого Тир Будет Очень Трудно Остановить Мы Видимо Он Прям Куски Отрывается Оппонента Но Ждем Рапиру Получается На Гирокоптере Пабер Подставляется Может Путаться Его Убить Тип Аут И Вот Ато Ато Сладим Трай Рей Не Герои Пролез Таверны Ну И При Этом Вряд ли Получится Зайти На ХГ Тут Уже Гирокоптер Чуть Лини Рапира Нужна Для Того Чтобы Что Полезное Делать Он Хочет Себе Блинк Запад Что Тоже Вроде Б Неплохо Но Мне Кажется Что Это Не Настолько Его Усилит Ну Че Там Очень Много Урон Добавляет 50 Атак Спида Или 40 Атак Спида 50 Урона Ну Или Наоборот Так Лина Лина Супер Нагло Прыгает Как же Моноберн Монобернет Это Просто Жесть Полетели Полетели Каскады Бомбардировок Что Отойдут Там Да Там Уже Лопаются Строения На Базе Рейдинг Нужно Отходить Добиваются Нейтральный Шмотки Шапка Аскетичная В боте Тоже Пачка Крипов Довольно Качественная Да Реально Не Видно Вот Сейчас Только Сейчас Заметил Не Подожди Но Это Не Пой Тувин У Всех Есть Эффект Телепортации Первый Кто Играет Так Что Может Гладило Все Кто Играет Ну В Смы Компинет Бесплатный И Первый Левел У всех Есть Изначально То Если Я Зайду В Доту У Мне Тоже Будет Потому Что Я После Комментаторских Вот Этих Вот Штук Не Заходил Чтобы Не Расстраиваться Своему Скил Скил Или Или Как Лина 23 Левел Присутствует в раздаче Торблэй Через 20 секунд Будет Уже С двумя Метаморфозами Вновь 9000 На руках Клуб Пайката Близок Может Реально Шлем Аганим Собираем Свет Блинки Просто Порывем На ТБ В Драку Ну Не Хочешь Не Надо В принципе Но Он Все Еще Может Собрать Себя Гоним Он Может Купить Какую Страну Мне Кажется За Таких Деньги Тогда Стар Должает Секюрить Какие Точнее Скаут Хекс На Грим Струки Надо Да Хекс Откшу У него Нормальный Такой Затар Да Как Раз Подсул Байн Двойной Вязать Четверых Ну Это Next Level Play Так Стоп Тут Тоже Хекс Есть Может Попытаться Убить Только Что Лин Тоже Прикупил Минута Остается Два И Конца Егиса Кажется Вы должны были Видеть Его Точно Видели На Варде Должны Понимать Где Он Находится А Если Вижен А Есть Вижен А Бак Был Прожать И Макс Лин Зас Эвили Засейвили Разочек Но Вивер Уже Не вернется В эту Драку Полетел Сюда Опять Полетели Клдауны Эти Бешеные Диэс Врывается В хату Пытается Что-то Сделать Полетал Там Глуд Пытается Сражаться Хватит Для этого Дэмеджа Неплохой Кстати От Фрейзера Получается Здесь Ультимейт Можно забрать Первый раз С террор Блейда Второго раза Может Небыть Байбэк Получает Стан Можно попробовать Улетает Все-таки На хайграунд Уже Нет Мункуши Будет ли он Байбэк Сейчас посмотрим Последние секундочки Аегиса И все-таки Успевает Дропнуться Аегис От смерти Лины Байбэк От Мункуши Будет возвращаться В это сражение АСД Практически Покинул Уже И вот Тимах Здесь БКБ Не может Ничего Практически Сделать Его Избивают Всей командой На 100 секунд Будет И до свидания До свидания Бластеры Ой-ой-ой Не, гидрокрасавчики Тело дружбы побеждает Пацаны Красавчики Я их фанат Я с ними Купишь себе Мерчевую футболшку Надо купить Так, ну да Здесь Здесь Просто Т4 Не хотят Смиряться С поражением Понятное дело Бластеры Но они Ничего не могут Противоставить А, ну это Автоматический Автоматический Дисконнект Да, автоматический Автоматический Дисконнект Автоматический Пауза У меня, знаете ли Автодисконнект Когда шансы На победу Меньше Дести процентов Ну тут Я думаю Меньше одного Процента Наливаюсь На победу Если честно Тут уже Тут уже Ну, не выдержал У нас Молодой человечек На гирокоптер Я бы тоже Не выдержал Такого натиска Если честно Ребята молодцы Ну, на самом деле Ребята Большие молодцы По обе стороны Очень было приятно Наблюдать за этой БО3 встречей И я рад Что мы увидели Полноценную БО3 Если честно Очень рад Если бы этого Знаешь Закончилось 2-0 Мы бы не увидели Вот этой зречной Третьей карты Почему-то мне так кажется Мне понравилось Мне понравилось Пусть были ошибки Но кто не ошибается Так что Я думаю Что сейчас Статку нам еще подвезут Посмотрим мы немножко Именно Статистические показатели По поводу того Как карта развивалась В целом Мы же поздравляем Гидру У нас Помимо статистики Я думаю Еще нам выдадут Итоговые полуфиналы Посмотреть Кто туда прошел Чтобы это все Наглядненько было Вот Пока мы Просто Еще раз Немножко Остудим себя После Довольно Плотной Третьей карты Вот как раз Стата Ее Здесь DragonX После Не самого удачного Прямо скажем Начала для себя Где-то он там Пару раз подставился По-моему Если я все правильно помню Хотя и Дейм Тоже ошибался Вначале Какие-то неуверенные действия Мы видели Потом Разыгрались Господа Да Это правда Там Такое ощущение было Как будто Знаешь Вначале Они просто разогревались Потом уже наконец Подсобрались силами И решили Задушить своего оппонента У них в принципе Это и получилось Сделать Видим результаты Сегодняшнего Игрового дня Кан отлетели 0-2 Team Generation Прошли Они завтра встретятся Как раз таки Против команды Гидра А Гидра Выиграли свою серию Счетом 2-1 Видим Ситуацию по сетке Сейчас На сегодняшний день Завтра у нас Последний день Данного Замечательного ивента Завтра встретятся Сначала он с Мяу против Азимут И Гидра Против Team Generation Обе серии Будут просто Невероятно Интересными Я в этом полностью уверена А Гранд Финал Просто будет Умопомрачительным Вот так вот Да Завтра Довольно плотный И длительный Игровой день Планируется Так что Запасайтесь Временем Вкусняхами Для того Чтобы вместе с нами Проследить За Квинтэссенцией Турнира GameStars L'Oreal Man Эксперт Второго сезона А для вас Сегодня работали Как и вчера Как и завтра Скевич Лонегира Всем спасибо Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok